Здравствуйте, друзья! И снова в эфире программа «Тет, отет», и снова с нами очаровательный гость, гости Наталья Баштовая. Наталья Баштова – директор областного центра народной творчести, заслуженная артистка Украины. Яскрава жінка, яка вважает, что быть серой мышкой не для неї. Почему вы именно такая? Воспитание родителей у вас было в маму, в папу, в бабушку, в дядю, в тетю. Откуда это у вас этот огонь? Ну, наверное, родители. Мама, наверное, больше вложила в то, что ты должна быть лидером, ты должна быть активной, ты должна быть то. Как-то так оно и получалось, действительно. Сами родители, они у меня выходцы самодеятельности, хотя у каждого мама была воспитательница в садике, папа был строителем. Но они любили культуру, у них был свой ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль. Ну и мы, как дети творческой семьи, уже, знаете, шли за ними. Музыкальная школа, активная школа, активные конкурсы, представительства. Все время, если в Николаевской области были свои какие-то отчетные концерты, это всегда семья Лозовых представляла Николаевскую область на будь каких площадках. Вот. Ну а так уже потом получилось, что когда я пошла в университет культуры, сразу же, практически на первом курсе стала солисткой. Вот во мне воспитывали быть такой дисциплинированной, воспитанной, всезнающей. И мне все было как-то интересно. И вообще, знаете, по жизни такой человек аналитик. Я все время все анализирую, все взвешиваю, наблюдаю, очень долго наблюдаю. Потом делаю свои выводы. И не могу понять, почему это можно было намного все проще сделать, а люди так усложняют это все. Почему есть люди, которые могут сделать, но почему-то они это подают, что это все невозможно. Почему люди сами усложняют жизнь. И, наверное, это зависит от самих людей, от их отношения. Поэтому я такой человек, у меня все легко. Я на работе, когда вот сейчас я всем говорю, ребята, у нас не может быть ответа нет. У нас есть ответ, как мы можем сделать, чтобы это было легко, интересно для нас прежде всего. И также людям было интересно. А было ли в вашей жизни какое-нибудь событие, может быть, в детстве? Вот мне просто интересно очень, что происходит у человека в детстве. Потому что я так лично считаю, что в детстве это закладывается наша судьба, грубо говоря. Что-то произошло такое, что вот как-то на вас сильно-сильно повлияло? Нет, в детстве абсолютно. В детстве я вообще мечтала быть воспитателем. То я медиком хотела быть. Потом, ну, как-то вообще загружена была школой, музыкальной школой, работой по дому. Мне абсолютно, я даже, я не знала до 11 класса даже, куда я буду поступать. Вот случайно я попала на конкурс «Твои украиноталанты». И мне говорят, у вас такой голос, надо поступать в университет культуры. Я говорю, да. Как-то не думала. Я вообще была в другом плане направлена. Вот как-то я очень любила детей. И люблю их. И вот я себя видела только там воспитателем в детском садике, там, или учительницей в первых классах, там, младших. Ну, вот в этом только. Потом приезжаю, говорю, мам, ты знаешь, а мне вот жюри там сказала, что мне надо идти в университет культуры. И мама что сказала? Она говорит, конечно. Давай. Как здорово, когда мама тебя так поддерживает. Ну, вы знаете, родители, когда сами профессионально не работали в культуре, но они обожали культуру, они мечтали, чтобы дети были артистами, чтобы дети там пели, вот, ими все восхищались. Скажите, вот, знаете, вот, как сейчас модно, родители, ну, грубо скажу, таскают своих детей, вот, и когда у них есть какое-то что-то вот нереализованное, по всем конкурсам, не обращая внимания, хочет на это ребенок или не хочет, а у вас как было? У нас, скажем так... Это было просто вот так легко? У нас такого времени не было, куда нас могли таскать. Я росла в селе, у меня особой выбора-то не было. Я очень люблю танцы, но у меня не было возможности ими заниматься. Тот вокал, который у нас был, особо... Я как бы самородок больше, потому что у меня мама очень хорошо поет, поэтому, наверное, оно подалось мне вся родня поет, честно говоря. Да, вот они все поют, они когда собирались за столом, они все трехголосие сразу же разбивали, все пели. И, наверное, и у меня оттуда пошла. Я особо вокалом-то, я пришла уже готовый такой певец, солистка, у меня там немножечко только под, знаете, диамант, скажем, отработали, помогли направить там дыхание и все. И поэтому те родители, которые таскают своих детей, то меня никто никуда не таскал и никто никуда меня особо не возил. Все, что я видела, это областные конкурсы и районные конкурсы. И то я съездила на них пару раз. А потом все же это была семья, которая выступала на областных концертах. Вот там меня таскали, да. Когда мы выступали с семьей, и когда были отчеты раньше Министерства культуры, вот они делали отчеты каждой области, и вот в том числе Николаевская область. И мы не раз там выступали своей семьей, что маленькие, что уже выросли. Вот я помню еще нас как самую творческую семью. Вознаграждение было, были Дни культуры Николаевской области в Киеве. И мне нужно было ехать в пионерский лагерь. А тут надо ехать на этот концерт и выступать в Киеве. И я была такая злая, проклинала все на свете, и эту культуру, и эти песни, и все. Потому что все подружки, все собрались ехать, и вот надо ехать в Киев. И я так спешила. Я помню, я на один день опоздала в этот лагерь, но меня родители привезли. Потом мне уже этот лагерь был неинтересен. И я теперь долго вспоминаю, как же я была в этом Киеве, как мы нас возили на аттракционы, как это было круто, музей под открытым небом. Я думаю, я бы эту красоту никогда бы не увидела, если бы я в тот момент не поехала. Вот поэтому, знаете, такие моменты, что те дети, которые не хотят и их таскают, может, в этом есть плюс тех же родителей. Потому что в жизни может все пригодиться абсолютно. Ты не знаешь, где ты, куда тебя судьба заведет. И поэтому, если есть возможность у родителей куда-то ехать, куда-то везти своих детей, то нужно использовать в этой жизни все. А там вот у меня ребенок на данный момент, да, вот она у меня танцует. Хотя она очень хорошо поет. Но с нашей школы это нереально сегодня детям и танцевать, и петь, и еще где-то как бы быть. Поэтому она бы хотела очень многим заниматься. Но, наверное, больше предпочтение она дала танцам. Хотя я помню себя, я тоже очень любила танцы. Но у меня не было, к сожалению, возможности заниматься. А она вот выбрала между пением и танцами все-таки танцы. И ездит вот сейчас и на конкурсы. Но я ей тоже сказала, как бы, знаете, я такая мама строгая. И поэтому я зря говорю, тебя возить не буду по конкурсам. Мне нужен результат. А все-таки я говорю, такая мама строгая. Я говорю, нет, просто без толку. Это тоже деньги, это тоже финансы. И хочется, если уже влаживать у ребенка, чтобы была какая-то отдача. И чтобы она тоже понимала, что не нужно пользоваться. Мама, вот маму все знают, и всем кажется, что вот маму знают, и как бы ей так все легко. Нет, она пашет, и она пашет и будет пахать. И сейчас она в Киев едет. И я сказала, мне неинтересны твои групповые выступления. Мне давай, вот ей 14 лет. И то, что тебе руководители вложат в голову, твой сольник. Вот у тебя есть программа, на минуту тебе надо на конкурс предоставить программу. Вот будь добра, сама ее смонтируй, эту программу. Сама подбери музыку. И сегодня ты должна понимать, на каком ты уровне сегодня находишься. Потому что время очень быстро летит. И я ее так настраиваю, что нужно не бояться, нужно идти вперед, нужно чего-то добиваться. Потому что если будешь такой тихоней, такой мышкой, ну так ты и просидишь. И будут родители тебе говорить, ну вот иди туда или поступай туда, потом что-то будет не удаваться. Ты будешь кого винить? Родителей. Надо самому понимать, куда ты хочешь, чего ты хочешь. Хочешь танцы, хочешь журналистика, хочешь пение. Пожалуйста, все в твоих руках. Но для этого нужно пахать прежде всего. Я пахала, знаете, очень долго. И я не жалею, а ни капли не жалею, то, что мне пришлось попахать, потому что у меня не было абсолютно, ну, ни поддержки, ничего. Я пришла, я же говорю, что сразу... При поддержке вы имеете в виду влиятельных родителей, которые есть связи? Да, ни родителей, ни денег, ничего не было. Поэтому я приехала и сразу стала солисткой и хора Аркаса, вот, в Университете культуры. И после университета я еще долго была солисткой, опять же, представляла солисткой уже на отчетных концертах в Киеве, в Палаце Украины, не один раз. Потом как-то так судьба занесла, и филармонию меня пригласили, вот, и узоры взяли у меня солисткой, наш коллектив с филармонией. И поэтому так оно пошло. Потом спасибо Денису Александровичу Акманову, который мне говорит, ну, ты вот классно поешь, ну, давай уже фонограммы будем записывать, мы тебя будем во все концерты брать, ну, что ты вот, ну, куда мы, мы оркестр не можем везде ввести. Думаю, ну, ладно, попробую, записываю. Я тогда вообще украинская песня, да никому не было интересно. Вот, и думаю... Это какие года были? Это были 98-е, 99-е, вот, ну, 2000-е начинался. Ну, и вот я попробовала сделать аранжировку просто тех народных песен, которых я вот просто пела. И мы их сделали такой эстрадно-народной такие обработки. И я пошла, пошла, и когда уже филармонии я приехала, пришла со своим практически репертуаром, то вся Николаевская область вставила условия филармонии. Вот если Лозовая приедет, то мы хотим ваш концерт. Мне так было приятно. Думаю, ничего себе. И так оно пошло. Хотели мне в Киеве оставить. Ну, как-то я, знаете, подумаю, лучше. Буду большой звездой в маленьком городе, чем я поеду в большой город и там потеряюсь. И признайся мне, звездки в тебе, эти шары, я без тебя все дни, у полонии печали. Может, где-то у леса ты чертилля шукала. Вы заслуженная артистка Украины. Что-то изменилось в вашей жизни, может, в самооценке или в отношении общества, когда вы получили эту награду? Особо, чтобы ко мне... Вы знаете, меня все любили и все уважали. И я никогда не скажу на черное, белое, на белое, черное. Я очень справедливый человек. Я очень всех жалею, всем помогаю, чем могу и буду помогать. Но если я вижу, что человек лентяй, что он только превозносит себя, прежде всего, на первом месте его чин, кресло, и он сам великий, и все остальное, это фуфло, я никогда на это не пойду. Может, моя неправильная черта, что я человек такой, я всегда буду говорить правду. И очень резко могу ее сказать. Не жалейте ли вы, что вы не уделяли семье больше? Своей семье? Ну, знаете, когда я пришла директором в один год, у меня ребенок пошел в первый класс, я получила звание заслуженной артистки Украины, и я получила эту должность. Это был 2009 год. А в 2010 году мне еще предложили стать депутатом областного совета. И я думала, я с ума сойду. Все сразу. Все сразу. Да, но я вам скажу, что насколько меня поддерживала семья, родня, муж, что все помогали. И я говорю, вы понимаете, на что я иду? Что мне придется меньше уделить внимания, причем ребенок пошел в первый класс, это же надо помогать. Мы тебе все поддержим, мы тебе все абсолютно поможем, поэтому не бойся. И действительно, если бы не семья, которая понимала, что это будет больше выездов, что это нужно будет где-то быть на мероприятиях, потому что в то время действительно нужно было мотаться очень много по области, поддерживать и людей, и мероприятия, и своя работа. Вот. И если бы не семья, я не знаю, как бы я это все выдержала, потому что как раз в первые годы, когда ребенок пошел в школу, то заслуга, наверное, больше и бабушек, и мужа, которые сказали сразу. Ну, я не жалею, абсолютно не жалею, потому что это тоже свои уроки в жизни, и ты знаешь, что за этим теперь стоит. Это большой опыт работы и очень интересный опыт работы. Поэтому я уже сегодня, знаете, и не боюсь, и не политику, и не руководящая должность. Вот, Кристина, в некоторых изданиях был материал, вас критиковали за то, что вы слишком ярко одеваетесь, ну, по мнению людей, которые писали. Как вы, как женщины, это воспринимали? Зависть. Только зависть. Каждый идет по своему имиджу, по своему настроению. Поэтому кто-то блеклый, да, вот ему нравится бледный макияж. Я вам скажу, я когда вышла, родила, помню, и думаю, я не буду сценические костюмы там шить, яркие, блестящие. Дело такое, строгое, матовое там платье. Там немножечко так пояс с камнями надели. Никто ничего не понял. Что, это баштовая вышла? Где, где, где? Все привыкли, что баштовая, это что, вау, она выйдет, что ярко, что интересное, какие-то костюмы. Это вы? Это вот внутреннее вы? Да. Потому что, знаете, обычно одевают костюмы, как маску, мы одеваем маску, а в жизни ходит человек вот просто серенький, ну, потому что ему так комфортно, а вот на сцене нужно вот именно вот так быть. А для вас это маска или это вы такая? Нет, это я. Если я не буду уверена в своем костюме, да, в своем выборе, в своем стиле, я уже вам говорила, что я люблю меняться. Я сегодня могу быть спортивной, я могу быть вечернего направления, я могу быть строгого. Вот, и поэтому я человек, да, кому-то, если что-то, лишь бы покритиковать, да, лишь бы к чему-то придраться. Но это я, я люблю быть яркой, я люблю быть уверенной, это я. А если я буду блеклая, это буду не я, сказать, что, заболела? Я уж так приходила пару раз. Я говорю, ну как? А они говорят, что ты так выглядишь, как ты так бледненько. Я говорю, ну, поэтому, да, я человек праздник, я человек очень жизнерадостный, веселый. Если я даже прихожу без настроения, меня даже на работе спрашивают, что с вас случилось? Говорю, да нет, ну просто как-то вот нету настроения. Вы так не балуйтесь, потому что мы, наше настроение от вас зависит. Если вы вот такая уверенная, веселая, значит, все класс. А если вы где-то уже в плохом настроении или вы как-то переунывшая, значит, это уже что-то у вас случилось. Говорю, да нет, просто там погода плохая. Нет, это сказывается на нас. Поэтому я уже заметила, даже в семье, вы знаете, если я в хорошем настроении, и семья такая уже. Поэтому я не то, что наиграна или то, что я там под маской. У меня маски никогда нету. Я человек очень искренний, я очень щедрый. Я вам говорила, что я люблю со всеми дружиться, со всеми общаться, но с такими же пахарями, которые любят то, что они делают, а не те, что под маской, что они говорят, да, мы любим, любим, но подразумевают совсем другое. Вот. Поэтому люблю красивые вещи, люблю яркие вещи, люблю ярко одеваться. Вот. Ну, когда, может, я буду уже старенькой, там, бабушкой, я даже не знаю, как я буду себя вести. Я имею в виду квартиру в плане количества вещей? Ну, каждая женщина хочет что-то новенькое, наверное, все свеженькое. Если приходит Новый год, ну, приходит Новый год, ну, как без платья? Ну, приходит 8 марта, ну, как без платья? Ну, пришло лето, что надо свеженькое, новенькое? Понимаете, как-то так. А зачем тогда жить? Ради чего? Ну, если человек себе отказывает в вещах, отказывает... Знаете, я вам скажу, я когда была в детстве, у нас мама как-то приучала, лучше купить одну дорогую, качественную вещь, чем накупить кучу барахла и нечего одеть. Вот. Я, наверное, по этому принципу живу. Вот. Я лучше куплю там одну-две вещи, но они будут классные, мне будет комфортно в них. Я буду выглядеть, и будет все мне нравиться. Но я не из тех, что буду гривсти, что попало. Вот оно сегодня в моде, опа, я побежала, буду покупать. Я как раз и не из тех. Давайте небольшой такой блиц-вопрос. Три вещи из вашего гардероба, без которых вы не можете обойтись. Это может быть косметика, там, помада или там какая-то вещь. Вот три любых вещи. Я очень люблю бижутерию. Очень. Бижутерия, яркая бижутерия. Да. Тем более, знаете, мне понравилось, когда я стояла как-то в журнале каком-то, была фотография, и на мне были часы, где я купила их еще в Польше. Им уже лет пять, наверное, было. Ну, неважно. Вот, стояла в бижутерии, а тут не клайф или кто-то там пишет. Говорит, вот, баштовая стала депутатом. И она, вот, как бы сразу на ней золото много и всего-всего. Вот, и шубу прикупила. А шубе, в шубе я стояла, и просто потом я смеялась от того, что думаю, ну, если ты уже пишешь, ты хотя бы уже как-то разбирайся, где золото, где бижутерия вообще. Ну, в общем, такой комплимент, что благодаря депутатству я вот так выглядеть стала сразу я. При золоте, при шубах, я по всему-по всему. Вот. И поэтому бижутерия обязательно. Хороший парфюм обязательно. Бижутерия, хороший парфюм. Что еще? Ну, и, наверное, платье обязательно должно быть, которое подчеркивает. Это просто женщина стопроцентная. Легко ли быть настоящим стопроцентным мужчиной с такой женщиной рядом? Да. Я думаю, со мной легко. Всем так кажется, что я может... Хотя я, я вам скажу, я не люблю сюрпризы. Вот единственное, что я отучила своего мужа, я не люблю сюрпризы, честно. Я люблю то, что я хочу. Вот если я это хочу, мне надо его подарить. А если мне что-то дарят, то, что я, например, ну, мне не нравится, или это не мое, вот, я такой человек, легкий на подъем, очень легкий на подъем. Вот, ну, когда приходит отпуск, отпуск для меня это море, это, прежде всего, я должна спать, отдыхать, вот, и наслаждаться морем. Я люблю вечером просто смотреть на море, и я отключаюсь полностью. Вот, поэтому я не думаю, что моему мужу так сложно. Знаете, может, сложно было в том, когда, в плане, когда ему говорят, ты ее не ревнуешь? Вот она везде у тебя там... Она такая яркая, множество мужчин крутится возле нее. Да, да, ну, он просто видел, когда мы еще вот только вот поженились, да, и вот на концертах, когда я на девятом месяце была беременность, и почему-то такая популярная была, все хотели меня увидеть беременной. И когда мы поехали в Южную Украинскую, был последний концерт, и когда меня мужчина беременный берет на руки, вот там уже муж мой не выдержал. И он говорит, поставьте ее на место, я вас очень прошу. Мало того, что я у него привез на сольный концерт, вот, поэтому, да, где-то, может, ему и сложновато было, но он, насколько я, всегда рядом, видит, где я и нахожусь, у нас полное доверие друг к другу, поэтому у нас нету с этим проблем. Цель, которую ставить сейчас перед собой Наталья Баштова? Цель идти дальше, идти вперед и не останавливаться. И только вперед. Для меня уже город Николаев, это уже, для меня это, ну, очень спокойно, не хочется чего-то более того, чего я могла бы сделать для людей, которые ожидают от меня, что я могу, они в меня верят. И даже то, что я сюда пришла на эту должность, даже, как бы она ни казалась, она сложная, эта должность, потому что это даже, наверное, больше, чем быть начальником где-то или управления культурой, или облгос. Поэтому для меня стремление идти вперед, вперед, может, это будет тот же даже облгос, может, это будет Киев. Для меня стоп нету. Я буду идти, но если я буду видеть, что это будет классная команда, классные люди, я не остановлюсь. Спасибо большое за интервью, получилось круто. И я желаю вам хорошей команды, в первую очередь, потому что, мне кажется, для вас это самое главное, люди, которые вас окружают. Спасибо большое. И вам спасибо. Друзья, спасибо огромное за то, что были вместе с нами. И благодарим, как всегда, за уют. Кафе САТ. Субтитры подогнал «Симон»!